Всем, кто смотрит записи, привет всем, кто смотрит онлайн. Сегодня мы сделаем что? Во-первых, сделаем обзор новой акции. По картинке вы уже, наверное, как поняли. Мы еще сегодня будем крафтить руны. И каждую руну я буду говорить, почему я ее оставил, либо продал. И такую фишку мы будем делать раз хотя бы в неделю. Я это буду выкладывать на YouTube канал. Так что, если вам это интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, что интересно у вас выпало за это время. Еще заделаем розыгрыш, как в прошлый раз. Кстати, результаты вы можете посмотреть под одним из предыдущих видео. Выберите пак, подписку, либо доступ к альбому. Сейчас тоже будет розыгрыш, вы это уже поняли, наверняка, с названия видео. Напишите в комментариях, с какого города, страны вы смотрите это видео. И я на рандоме выберу какого-то человека, и он тоже получит либо пак в игре за 5 долларов, за 379 рублей, либо доступ к альбому, либо платную подписку на мой канал на целый месяц. Все, что нужно сделать, поставить лайк и написать в комментарии то, с какого города вы смотрите. Это все, что нужно для участия. И ждать розыгрыша. Со среды на четверг будут результаты в описании под этим видео в комментариях. Акция на использование энергии. Боже, прям такая болельщица Айрин. Дорогие игроки, ежедневно используйте энергию, получайте награды, выполняйте задания, чтобы получить еще больше наград. Период с 15 октября, это с понедельника, верно. В 5 часов утра начнется, кстати, в понедельник, мы в 7 часов утра начнем стрим. Я буду пытаться взять топ-1 хард башни, поэтому, если у вас по времени подходит, приходите, поболеете за меня. Заодно и сами пройдете башенку, возможно. Ну и увидите, чем прохожу я. Естественно, абсолютным бюджетом. Даже Алюшена там не водилась, но вы поняли абсолютно. Ахманы, там Шенон будут фигурировать. Боретта, Боретта же бюджет. Боретта будет, Белка, там Верамонс. Все по стандарту, вы увидите, да. Подробности акции. Часть первая. Получайте ежедневные награды. Ежедневно используйте 100 единиц энергии, чтобы получить 50 энки и 50 маны. Ну, отлично. 100 за 100. Отлично. Хорошо. В 6 часов вечера обновляется акция, не забывайте. Часть вторая. Получайте награды за использование энергии и завершение заданий. Используйте энергию и завершайте задание, чтобы получить награды. Задания будут засчитываться как завершенные, даже если вы не истратите необходимое количество энергии. Это очень хорошо. Использовать 200 единиц энергии. Плюс завершить за ежедневное задание один раз. Так, 100 единиц энергии вам дадут, в общем, за 200 энки и 100 тысяч маны. Хорошо. Блин, энки будет просто попой клей, я так понимаю. Использовать 400 единиц энергии. Интересно, за один день это можно будет сделать? Ой, чувство акции будет однодневной, да? Если там не будет никаких ограничений, я так понимаю, это однодневная акция. Ну, 3000 единиц энергии, это... Ну, если вы с самого утра начнете ее делать, да, это реально за один день. Гиганта пофармить там пару часов, вот вам 3000 единиц энергии. 400 единиц вам дадут 2... Твоинственных, да, свитка таинственных. За 700 вам дадут использованную ману, ну, здесь понятно, да. Древние монеты 20 штук. Я не знаю, на что их буду копить, я их пока сохраняю, а дальше... Ну, либо камень перековки буду покупать, либо руну. Можно будет насобирать там, допустим, на то и на то. И купить и то, и то, и посмотреть, типа, что будет лучше. Не знаю. Руна стоит 150, и она стабильная легендарка. И, по-моему, еще можно выбрать, с какого комплекта. Но слот нельзя выбрать, естественно. И что там выпадет, тоже фихи узнают. А вот камень перековки, здесь тоже рулетка. Прокатит, не прокатит. Но, допустим, я буквально пару дней назад перековывал руну в шестой слот, виолент. И мне выпало с первого раза 22 СПД в виоленте. ХП, мне кажется, неплохо. С первой же руны. Вообще зашибись. Да. Итак, использовать 1000 единиц энергии и завершить все ежедневные задания 4 раза. Да, вам дадут 3-х звездочного пельменчика и 100 кристаллов. Отлично. Давно не было кристаллов. Это уже хорошо. За 1500 и 30 там заходов на арену вам дадут 3 таинственных свитка. Но 30 заходов за арену вы все равно за один день можете сделать. Поэтому, видите, полтора косаря и 30-ку вы сделаете на изичах. Так. Но завершить все ежедневные задания 4 раза. А, вот видите, не. Никак вы не сделаете. Все-таки за неделю мы сможем сделать эту акцию и полностью получить теплюшки. Раньше, чем за неделю, ясно, понятно, никак. За 2000 30-ку древних монет используют 500 тысяч маны. Заставляют нас тратить ману. Грязные евреи. А 4-х звездочного пельменя дадут за 2500 потраченных и за 50 заходов на арену. Ну, за неделю вы уж точно это сделаете. И финал за 3000 единиц энергии и за 7 дней того, что вы там дейлики заделаете. А вам дадут еще 200 кри. Можно сделать вывод. Это 300 кристаллов, пельмешки, 50 древних монет. Может вы еще, Ельцина, не собрали. 5 мистиков. Ну и энергия каждый день мана, это ясно. И еще третья часть, дополнение ко всему. Подарок за использование энергии. Особые награды для игроков, которые использовали 1000, 2000 и 3000 единиц. Собственно, на 3 части они поделили. Используя 1000 единиц энергии, вам дадут 100 камней призыва. Это еще, считай, 2 свитка, если так считать, грубо говоря. За 2000 еще 3 свитка дадут. Да боже, буду обмазываться этими свитками. И за 3000 единиц дадут камень перековки. Ну, конечно, лучше бы это был Диалмон, это ясно, понятно. Лучшая акция, когда в ней есть Диалмон. Но Диалмона буквально недавно нам дали сразу 2 штуки. И за турнир РТА и по акции. Поэтому, наверное, было бы слишком жирно. Но много Диалмонов не бывает. В общем, это очень хорошая акция. Тебе не нужно напрягаться. Ты делаешь, в принципе, все то же самое, что и ты делаешь каждый день. Не люблю акции, в которых там тебя заставляют на Гидру ходить. Либо на Питона. Либо там локацию какую-то фармить, чтобы там получить. Либо быстрее плюшки, либо вообще, чтобы это получить. Это задолбывает. А здесь ты просто тратишь энергию, куда бы ты ее не потратил. Ты в любом случае в плюсе и получишь за это какие-то там вот свитки, кристаллы, ангел-монщики, монеты и прочее. Хорошая акция. Спасибо кунтосам. И сейчас я отвечу на часто задаваемые вопросы. И помогу наверняка многим прийти на стрим, смотреть стрим и одновременно играть в эту игру. Прямо сейчас, вот на стриме, я вам показываю, как можно играть в эту игру. И как можно смотреть стрим. Смотрите, я вам включаю. Вот я беру свой планшет. То же самое у вас в руках наверняка сейчас, если не писюн. Или ваш телефон. Вы заходите в планшет. Что вам нужно скачать? Вам нужно зайти в iOS Market, или как он там называется, iOS Store. Или Play Market, если у вас Андрюша, он же Android. И скачать приложение. Оно называется Twitch. Вот такой вот фиолетовый значок. Не знаю, видно вам или нет. Вот видите, в самом низу Twitch. Возле Sumo Narvara. Чуть-чуть левее. Вот такое Twitch приложение. Вы заходите в него. Если у вас уже есть аккаунт, вы просто, собственно, заходите в него. Логин и пароль. Регистрация на 2 секунды. Вы заходите, ищите Sumo Narvara здесь. Здесь интуитивно все понятно. Сейчас я обновлю. Так, вот, Аракис. Я захожу на его стрим. Да? Сейчас. Это морда появится. Стрим в стриме. Ну, вы поняли. Вот, собственно. И вот так вот я вижу свой стрим. Там что-то он балакает на фоне. Сейчас я выключу звук. Вот так вот выглядит стримчанский. Если вы хотите читать чатик, вы просто здесь нажимаете кнопочку, чтобы видеть чатик. И все. И справа начнет бегать чатик. И вы сможете читать чатик Twitch. Там себе темную тему. Поставите качество, выберите и прочее. Здесь все, как на компьютере. Очень грамотно, красиво заделано. Дальше. Вы хотите играть и смотреть стрим. Или даже слушать. Зачастую меня слушают как радио. Что вы делаете? У меня на iPad есть такая чудесная кнопочка. Нажимается она вот так вот пальчиком. Неважно в каком режиме. Вот. Если вы хотите там зафоловиться, подписаться, просто убираете это. И допустим вот. Нажимаете вот стрелочку точнее. Вот так вот. И вправо-влево вы здесь можете нажать. Сейчас секундочку. В общем-то. И вы можете найти кнопки подписки и прочего. Здесь можете поклацать просто. Вот здесь наверху качество выставляется. Но у каждого свое. Если вы не подписаны 720. Если подписаны 1080. Вот. Вы берете, нажимаете кнопку сворачивать. Если на Android, там наверняка будет у вас отдельная специальная кнопка. Вы поняли? И вот видите, у меня в маленьком окне. В маленьком окне появляется моя морда. И я там стримлю. Это окно можно вот так вот передвигать влево, там вправо, вниз, вверх. Его можно уменьшить. Вот так вот. Можно уменьшить. А можно растянуть. Вот так пальчиками берете или писюном там. Как вам удобно. И переворачиваете его куда. Чаще всего в левой стороне меня смотрят. Потому что там меньше всего в игре каких-то проблем будет. И ничего мешать не будет. А там же расширяйте, сжимайте как вам удобно. Заходим в Summoner War. Вот видите. Ну, я не буду, да, себя выбивать. Вот видите. Я как бы играю в Summoner War. Допустим, фармлю гиганта. И слушаю параллельно стрим. И смотрю его. Это удобно. Смотрите стрим. Играете. Мне кажется, это крайне удобная фича. Это есть на... Но если у вас не самый древний телефон. Если еще не бабушка вам его покупала. Или прабабушка ваш телефон 200 лет назад. И он не выглядит как рация либо лопата возле вашей башки. То, соответственно, эту функцию ваш телефон будет поддерживать. На iOS, либо на Android. Так что, успехов вам. Заходите на стрим. Создавайте себе аккаунт. Это легко. На ютубе, по-моему, можно сделать так же. Но я не уверен. На ютубе, если что, я тоже стримлю. Ссылка будет в описании моего второго канала. И еще мы скрафтим сегодня руны. Я буду говорить про каждую руну. Почему я ее оставил? Почему я ее продал? У меня места, правда, немного. 12 мест осталось. 9 мест под руны. Поэтому я прям серьезно буду крафтить. Главное, чтобы не хватило мест. На крафт у меня около 40 рун будет. Да, по-моему, так и получается. 40 рун на 4, 40... Да, все правильно. Около 40 рун скрафтим. Немного прыти. Ну, стандартный крафт, который происходит у людей. Это прыть. Это виолент и иммунитет. Иногда еще крафтят этот деспайер. Кому не хватает. Может, и я деспайера немного скрафчу. Вампирик еще иногда крафтят. Ну, и иногда еще крафтят боевой дух. Но это уже те, кто фармят питона. Это уже для тех, кто донатит в игру зачастую. Потому что крафтить боевой дух реально дорого. Очень дорого. Ну, не всегда оно себя купит. Короче, тем более шанс, вы понимаете, получить нормальную руну крайне маленький. Поэтому я крафчу чаще всего 1, 2 и 3. В данный момент мы начнем крафтить вот все эти 3 комплекта. И давайте начнем с Павловоли. По 10, по 15 рун будем крафтить. Я буду говорить, почему я оставил, почему я продал. Эта руна для меня в данный момент нафиг не нужна. Во-первых, она 5 звезд. Во-вторых, она во второй слот. И она дает здоровье. А во второй слот здоровье. И с допами на скорость мне никому поставить уже... Ну, никак. Ты не зафигачишь ее. Я уже не поставлю эту руну никому ни на Гидру, ни в ПВП. Эта руна для меня просто обычный корм. Да и для новичка эта руна, скорее всего, бы тоже продалась. Разве что вы вот прям только-только начали фармить 10 гиганта, наверняка вы эту руну могли бы поставить, ну, какой-то Канамии, как пример. Вот эта руна. Если вы новичок, точно не продавайте. Здесь может быть 15 СПД. Даже я ее оставлю, потому что я надеюсь на 15 СПД. А четвертый и шестой слот это самые редко выпадаемые слоты в игре Скайроса. Как и, в принципе, при крафте. Поэтому четвертый и шестой слот всегда 10 раз подумайте, стоит продать или не стоит продать. Второй слот такое себе. Первый, третий, пятый у вас как мусора будет всегда. А вот четвертый и шестой слот тут уже 10 раз, я же говорю, подумайте. Но это сопортящая руна, поэтому я ее оставляю. Если здесь был бы крит урон, сила атаки. Не знаю, шанс крита. И она была бы пятизвездочной. И с подобными допами, естественно, я бы ее продал. А сопортящий расклад меня удовлетворяет. Потому что 15 СПД протачишь плюс 4, это 19. А у меня не так много рун, тем более в иммунитете, в полезном комплекте, в любом раскладе. Он будет вам полезен и в лайте, и в середине игры. Да и всегда он будет нужен, востребован. Если разве что мету не поменяют в этой игре. Так что 19 СПД меня удовлетворяет, я ее оставляю. Но как она проточится, мы наверняка сегодня узнаем. Эта руна, да, здесь есть тоже скорость. Здесь может быть 18 СПД, но не процентные статы. 18 СПД меня никак не удовлетворяет. Была бы она процентная, даже защита, либо ХП, я бы эту руну оставил. Потому что 18 СПД монет, а так я ее продаю. Новичок тоже ее продаст, она вам тоже не нужна. Итак, следующий вариант. Эта руна, ну разве что вам там очень сильно горит поставить кому-то иммунитет. Толку от этой руны никакой. Даже если 2 раза она проточится в силу атаки, и чё? Да, вы можете ее поставить типа на бомбера, но максимум, который получите, это там 10-12 скорости. Если у вас очень хорошо проточится. Ну хорошо, 15. Вы словите максимум скорости. Но вы не потратите на синюю руну 2 легендарки на смену и на проточку. Вы же не аутист, правильно? Поэтому эта руна сразу идет в утиль. От нее толку никого нет, тем более закрыт крит урон. Вот так. Эта руна. Шанс крита закрыт, для меня значит это уже говно, и нет скорости. Шанс крита закрыт, следовательно, ддшную ты с нее не получишь, тем более здесь нет крит урона. И силы атаки в третьем слоте не бывает. И скорости нет. Следовательно, она потеряла актуальность как ддшная руна, так и сопротящая. Что нужно сделать? Правильно, продать. Но новичку можно оставить тупо из-за того ХП. Потому что у вас 3 раза может пойти в ХП, и вы там будете радоваться, неплохо, типа, офигеть. Эта руна для новичка покатит, потому что может быть 14 СПД, 2 раза по 5, и эти 4. Вот вам 14 СПД. 14 СПД вас удовлетворяет, если да, вы оставляете. Если нет, как меня, я продаю. Потому что это третий слот, а там у меня и 20, и 25 СПД. Оно мне нафиг не надо. Вот, руна процентная, но нет в ней скорости. И ддшная статы. Ты никому эту руну не поставишь, мой юный дружок, поэтому ты ее тоже продаешь. Так, следующее. Давайте немного перейдем на виолент. Итак, теперь виолент. Здесь принцип такой же, потому что виолент и иммунитет для меня по ценности на одном этапе приблизительно. Тут имеется только ввиду разница в четвертом и шестом слоте, потому что я помню, что мне надо, а что мне не надо. Здесь 14 СПД в шестой слот, плюс 4, 18. Меня это устроит? Естественно. Тем более это виолент, и это шестой слот. А в шестой слот у меня не так много рун с большим количеством СПД. Я ее оставляю. Но хотя бы один раз, если она не точнется в СПД, я ее когда буду точить, если первый прок идет в точность, я ее сразу продаю. Потому что максимум 9 СПД меня уже точно не удовлетворит. 9 СПД, но это говно. Это помойка. Это руна, что ее обсуждать? Крит урон, даже если проточится, очень мало. Защита, если проточится, толку от нее нет. Ни саппорт, ни ДД руна. Очень слабые дупы будут в любом раскладе. Новичку, наверное, можно оставить, если у вас нет никакой руны. Здесь защита плюс точность. Я не вижу никому, кому бы я ее поставил, эту руну, поэтому я продаю. Вы можете оставить так, как у вас может прокнуть два раза в защиту. Или там даже по одному проку и вы ее оденете. Какой-то белки там, к примеру. Либо верамосу, может быть. Но на верамосу у вас есть стандартный комплект, поэтому вы оденете его. Я уже продаю ее, потому что я в ней не вижу никакого смысла. А новичок ее, скорее всего, ставит. Вот. Такая же руна, только 6-ти звездочная. Да, здесь может быть 20 крит урона. Но я в это не верю. Я зажрался, я продаю. Вот. Следующая руна. Ну, не процентная, вы поняли, это даже не обсуждается. Тем более, 5 звезд. Непроцентную руну в 4-й и 6-й слот можно оставить, начиная только с того момента, если она 6 звезд и она розовая. А либо 5-ти звездочная и легендарная. Вот. Я считаю, что так. Но я для себя так оставляю. Так, следующая. Это руна. Пятизвездочная. Сила атаки закрыта. Даже 2 проков крит урона не меня не спасает. Я ее продаю. Новичок может оставить, если вам 2 раза проточится в точность. Типа там какому-то саппорту не хватает. Эта руна вообще не обсуждается. Говно допы. Говно стат основной. Так, следующий крафт. Но меня 2 раза в точность не устроит. Если вас устроит 2 проков в точность и вам это очень сильно надо, наверное, вы оставите. Но я бы эту руну изначально продал бы. Даже если вы новичок. От нее толк не особо будет большой. Тем более, если подойдет в хп не процент. Эта руна для новичка будет просто маной небесной, если у вас 2 раза проточится в шанс крита. Может быть максимум плюс 15 процентов. При проточке плюс 6. И 15 шанса крита даже меня бы наверняка удовлетворило. Но суммарный показатель стата у меня уже не удовлетворит. Потому что плюс 9 я получу новый стат. Плюс 12 я получу новый стат. А так как у меня изначально есть уже легендарки в этот слот, следовательно и 6 звездочные. Меня уже 5 звездочные. Но никак не удовлетворит. Поэтому я ее продаю. Тем более, там есть 3 или 4 руны по 22-25 шанса крита в первый слот в Виоленте. Поэтому 15. Ну не, ну зачем? Эта руна, опять же, для новичка покатит, если 2 раза в шанс крита пойдет. Если пойдет 1 раз крит урон, там 3-4 процента. 1 раз шанс крита. Ну, на какого-то бомжа Теомарса, может, вы поставите. Ну, тут думайте уже сами. Я бы ее оставил. Потому что не проточив, вы никогда не узнаете, как она точнется. А вот это здравствуйте. У меня, я вам так скажу. У меня во второй, в четвертый слот только 3 руны, у которых вообще хоть как-то есть шанс крита. А здесь он изначально. И в двух из них я поменял на шанс крита. Следовательно, это моя вторая руна за почти 4 года игры. Четвертый слот. Изначально виолент крит урон. И есть шанс крита. Меня сюда удовлетворит даже 1 прок. Я молчу про 3. Следовательно, здесь может быть сколько максимум? Правильно, 22 шанса крита. Если каким-то чудом это прокнет, я просто обоссусь на месте. Ну, не знаю. Вы поняли. Меня 1 прок сюда удовлетворит, а дальше точись как хочешь. Вот просто десятка шанса крита и все. Это привет руна на Тессариона там или еще на кого-то. Поэтому такую руну вы тоже в любом случае оставите. Эта руна не обсуждается. Второй слот, с ним все серьезно. Либо скорость, либо силы атаки, защита хп, там вы уже думаете. А такой не процентный стат. Смотрите, второй слот. Даже если у вас она легендарная, шестизвездочная, и у вас 6 скорости в плюсе, вы берете и продаете ее. Потому что во второй слот, если вы не полнейший лох, и не будете надеяться, что у вас проточится 30 СПД, зачем надеяться на 30 СПД, если изначально у вас вот здесь может быть 42? Нелогично, да? Как-то получается. Поэтому вы такие руны продаете. Что бы здесь ни вылезло, и как мне и вылезло, второй слот не процент, он всегда продается. Без каких-то там... Вы ни у кого не увидите во второй слот. Ну, разве что у каких-то аутистов, которые начинают играть. Да, не любители проточить всякую хрень. Вот там вы можете увидеть. Ну вот, смотрите, явный пример. Вроде бы класс, да? И крит урон есть, и скорость есть, и хпшка есть, и там шанса крита не хватает, но не процентный стат. Возьмите на калькуляторе, посчитайте от базы, сколько вам даст вот это значение, и сколько вам даст процент. И вы сразу поймете, если у вас есть образование хотя бы двух-трех классов, вам и калькулятор не нужен будет. Следовательно, не процент во второй слот, он всегда продается. Да, ты смотришь на эту руну, классные допы, все такое, но был бы здесь паскуда процентный стат силы атаки, либо скорость. Защита здесь уже так себе смотрится, хп тоже так себе смотрится, поэтому просто 28 тысяч маны. Спасибо, кондосы. Заработал 13 тысяч. Скорость закрыта, устойчивость вас нигде не удовлетворит, следовательно, эта руна тупо продается. Все, вас 5 спд никак не удовлетворит, даже если вы только начали играть. Абсолютно. Новичку Виолент не нужен, если что, кроме Вермоса. Вот эта руна. Вы ее можете рассмотреть для кого? Если два прока пойдут в защиту, ну вот привет какому-то там, не знаю, какой-то панде, если вы решили ее огненную ставить на Гидру, либо еще кому-то. Эту руну я вижу чисто кому-то на Гидру зафигачить, вне сета, либо комплектом, лучше вне сета. Но мне это не надо, потому что пак на Гидру уже готов, тем более 3 пака на Гидру готовы. Надеюсь, когда-то введут и третью возможность выставить туда третий слот. Это руна. Точность, здоровье. Два прока в здоровье меня уже не удовлетворит, вас наверняка, да. Вас даже удовлетворит по одному проку сюда и сюда на максимуме. Поэтому, эта руна, новичку можно ее оставить, я ее продаю. Ой, что-то я на Виоленте зациклился, давайте на Свифт перейдем. Свифт. У Свифта все просто. Либо ДДшный, либо Саппортящий, либо и то, и то. В Свифте, рассказываю, 5-звездочная руна, но если вы только не полный новичок, вас и такая руна удовлетворит. Вы уже формите 10-го гиганта своей пачкой, без каких-то друзей. И вам падает вот такая руна, вы ее 100% продаете. Здесь нет скорости, здесь нет шанса крита. Смысл ее рассматривать? Она 5 звезд, все, в утиль. Дешевка, продаете ее. Вообще никак она не рассматривается. В Свифте все просто. Если есть скорость, вы уже такие, опа, начинаете считать, сколько может быть. 5 звезд, значит максимум может точнуться от 3 до 5 точится. Следовательно, 15 плюс 3, 18. Вы думаете, 18 СПД меня, прям не знаю, удовлетворит? Мне понравится 18 СПД кому-то натянуть? Такие, типа да, зашибись. Все, вы оставляете, протачиваете ее. 18 СПД многих порадует, но, я более чем уверен, что мне так не проточится, тем более у меня здесь есть и 24, и 25, и 27 СПД, поэтому в жопу эту руну я ее продаю. Была бы 6 звездочная, я бы ее оставил, даже если бы там была четверка. Ну, изначально минимальная. Это руна. Здесь есть шанс крита и защита. Вы можете ее оставить, потому что у вас может быть, к примеру, 14 шанса крита суммарно. Вы ее можете натянуть какому-то люшену, как вариант, да, почему бы и нет. Но 14 шанса крита мне уже мало, поэтому я ее продаю. Новичку покатит. Идеально, когда в руне есть и шанс крита, и скорость. Следовательно, вы с ней можете сделать либо ддшный вариант, потому что любому дд, большинству дд, скорость тоже не помешает. А если проточится в скорость, оденьте какому-то саппорту. Да, у нее там будет шанс крита, но это мелочь, это все фигня. Вот эта руна. Скорость закрыта и ничто ее не изменит. Что бы вы с этой руной не сделали, хоть вы ее в церковь сводите, хоть вы бывшей в жопу засуньте ее, ничего не изменит и здесь будет 4 скорости. Никак вы с этой руной ничего больше не сделаете. Поэтому вы думаете, вот эти вам статы нужны или не нужны. И думаете, насколько сильно они могут проточиться. Новичку эта руна покатит. Почему? Потому что здесь есть хоть какой-то изначально СПД. Не Бернарду, конечно, вы ее будете ставить, какой-то даже Меган вы ее можете поставить, потому что здесь есть ХП и здесь есть точность. Новичку эта руна зайдет. Главное, чтобы в крит урон не наточилась. Даже если у вас три раза проточится в крит урон, даже на максималке новичку эта руна будет просто отстой. Поэтому тут подумайте, нужна она у меня или нет. Как сопротящий вариант, да, она покатит. Предрикс. Вот это руна. Защита, но при этом нету скорости в допах. Что с ней надо сделать? И силы атаки у вас как и процент, так и не процент. Вы никакому ДД или саппорту эту руну ставить не будете. Разве что у вас вообще нет ничего в четвертый слот, тогда, конечно, вы ее оставите. Если у вас ничего нет и вам просто нужна эта руна, тем более она защита, какому-то там саппорту поставите, какой-то Шенон на первое время или там, не знаю, еще кому-то там Канами, типа закатит, пускай будет. Но мне она не нужна, поэтому я ее продаю. Так, следующая руна. Защита, процент во второй слот 5 звезд. Скорости нету, что для новичка, что для меня, она теряет актуальность, просто бесполезнейшая. Разве что вы ее можете поставить только на Канамию, как новичок. К примеру, вам такая руна попалась с мирового босса или еще откуда-то. У вас, к примеру, точится 3 раза в ХП, это получится неплохая руна для Канамии, так как вам комплект даст еще 25 СПД и вы в любом случае в вашей Канамии получите как минимум 30-ку, так как в допах где-то вы выловите при любом раскладе, поэтому я и продаю, да. Так, следующая руна. Так, вот, скорости нету, ДДшный, даже вот вы проточите, здесь будет 28 крит урона, вы все равно ее никому не поставите. Вы ее не поставите Коперу, вы ее не поставите Бульдозеру, никому вы ее не поставите, ни Люшену, ни Этни, ни там, Зайросу никому вы ее не поставите, и скорости здесь нет. Было бы вот здесь вот 6 скорости, в теории я такой думаю, ага, 6 скорости, плюс 3 прока по 6, 18, и еще 6, 24, я такой думаю, 24 в 6 слот, плюс еще проточу 4, 5 гидры, 28, 29 СПД в 6 слот, меня удовлетворит? Естественно, блять, бабки не ходи, ебаный свет, конечно же, да она не процентная, да и насрать, Бернард будет рад просто порхать как бабочка, в общем, вы понимаете, да? Но здесь этого нету, поэтому что, 21 тысяча мана. Следующая, ну, здесь как бы вы поняли, без комментариев, здесь все легко. Так, вот эта руна, она меня даже сейчас удовлетворит, потому что, смотрите, она изначально идеальная, максимальное значение силы атаки, а оно изначально от 5 до 8 и максимальный шанс крита 6 звезд, следовательно, от 4 до 6, но у меня есть по поводу этого отдельный гайд, можете посмотреть, как точатся руны, минимум, максимум и прочее, прочее. Здесь может, она мне удовлетворит, в каком раскладе, если здесь будет около 16-18 шанса крита, если точнется два раза в силу атаки, но я ее продам, она мне нахер не нужна, 6 шанса крита, да кому она надо? Ну, новичку покатит, конечно, какому-то люше, но посмотрите, это изначально идеальная синяя руна, идеальная, поэтому вы ее можете, во-первых, к примеру, у вас точится два раза шанс крита, вы получаете 18 шанса крита, здесь вы протачиваете гидрой, допустим, бюджет на плюс 7%, уже 15 силы атаки, 18 шанса крита, здесь вы, к примеру, ловите, там не знаю, 5-6%, хп процента, протачиваете, еще плюс 7%, допустим, и еще ловите, к примеру, крит урон, там не знаю, либо защиту процент, уже неплохая руна получается на какого-то дд, согласны, и опять же протачиваете, так что синие руны можно получить действительно неплохую конфетку, я ее оставляю, потому что 18 шанса крита манит, уже без комментариев продается, нет скорости, не процентная, отстой, ну даже была бы там скорость, синяя руна, там не, вот, идеально, 6 скорости есть, значит ты понимаешь, опа, это может быть 24 спд, а 24 спд, кто не понимает, это много, даже если вы играете, 4 года в эту игру, в любой слот, 24 скорости, без проточки гидры, это охренеть, как много, сами задумайтесь, берем калькулятор, у вас в каждом слоте, 24 спд, умножаем на 5, плюс, берем 42 скорости, во второй слот, равно, плюс берем, средние 25 процентов, от комплекта, плюс еще 25, да, и еще обтачиваем, 5 рун, бюджетно, по 4 скорости, это еще плюс 20 скорости, плюс 20, 207 скорости, вас удовлетворит, в плюсе, на вашем Бернарде, там не знаю, на Меган, и так далее, я думаю с головой, у меня сейчас на Бернарде, 209 скорости, поэтому естественно, меня удовлетворит, хотя можно сделать 223 скорости, но опять же, это нужно переодевать кое-кого, поэтому, эта руна, естественно, прям неплохая, но если она точнется, 2-3 раза в силу атаки, там я уже буду думать, так, у меня сейчас, наверное, место закончится, новичку покатит, потому что, здесь может 13 шанса крита быть, ну, а уже на моем раскладе, на моем аккаунте уже нет, слишком слабая руна, еще и 5 звезд, даже синюю ты подумаешь, а вот, вот, смотрите, здоровье, и тут ты начинаешь думать, ага, шанс крита точнется, кому ты ее поставишь, правильно, никому, стойкость, устойчивость, кому она нужна вообще, она вообще не работает в игре, как по мне, ладно, работает, но криво, точность, типа да, но здесь нету в допах защиты, здесь нету скорости, а зачастую тебе это надо в такой руне, я ее, перековывать вы ее не будете, во-первых, она розовая, розовые руны никто не перековывает, ну если вы только не там Аракис в молодости, ладно, это молчу, в общем вы понимаете, вы не будете перековывать эту руну камнями перековки, вы не будете здесь ждать того, что у вас выпадет 6 скорости, вы их проточите гидрой, потому что 10 спд вас не удовлетворит, потому что в любой синей руне, вы можете получить 18, и еще проточить, 4 скорости, и уже получить 22, поэтому 10 скорости, с проточкой гидрой, вас вообще ни разу не удовлетворит, поэтому эта руна вам остается, только если у вас нет такой руны, и она вам нужна, но мне она явно не нужна, поэтому жалко, но я ее продаю, ага, ганг, ну ты понял, ну эта руна тоже без обсуждения, сразу продается, да-да-да, уже добью свифт, раз такая пьянка, здесь, 4 крит урона, самый минимум изначально, крит урона 4, где 7 не точится, я считаю, 21 плюс 4, 25 крит урона, меня удовлетворит, да, но здесь я не получу шанс крита, менять я его не буду, а силу атаки здесь придется менять, крайне маленький шанс, того, что я здесь получу силу атаки, либо скорость, крайне маленький шанс, потому что здесь еще куча всего может вылезти, и точность, и резист, и я не знаю, там, 4 шанса крита какого-то несчастного, ну куча всего может повылазить, вы понимаете, кроме защиты, и защиты процент, в первом слоте этого не бывает, поэтому я в эту руну не верю, И я ее продаю. Но не хочу себя мучать, зачем мне тратить ману. Не доверяю я этой игре. Так, вот эта руна. Опять же, новичку покатит, потому что шанс крита есть. Ну и плохо, что закрыта сила атаки, но она зато уже есть. И вам не нужно тут кота в мешке ловить и типа пытаться дождаться силы атаки. Но я ее продаю, естественно. И последний крафт. Легендарка. Ни одной легендарки, отлично. Здесь 5 скорости закрыто. Но если вы новичок, только начали фармить 10 гиганта. И у вас нет даже такой руны. Естественно, вы ее оставите, проточите, потому что вы надеетесь на хп. Хотя бы 1-2 прока. Ну и пускай там даже устойчивость, если бы сюда в хп пойдет, тоже будет неплохо. Руна для новичка неплоха. Но плохо, что закрыта скорость, конечно. Ага, ага. И плюс 12 такую руну точить не надо. Она вам ничего плюс 12 уже интересного не даст. Уже скорость закрыта и хп уже есть. Следовательно, вам не нужно здесь шанс крита, крит урона, сила атаки, проценты и прочее говно. Вам это не надо плюс 12. Поэтому такую руну вы плюс 12 никогда не точите. Переведете ману, а получите буквально там 20 силы атаки. Вам это не нужно. Серьезно. Оставляйте комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Хорошего вам фарма. И до встречи на стримах. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова